Здравствуйте, меня зовут Кукушкина Наталья, я руководитель группы маркетинга компании ЦДС. Сегодня мы с вами продолжаем знакомство с крупнейшим районом Ленинградской области, Севоложским, и отправляемся в южную его часть. Севоложский район – самый густонаселенный район Ленинградской области, который граничит с северными и восточными районами города. Район расположен между Санкт-Петербургом и Ладожским озером, к северу от Невы. В нем проживает более 500 тысяч человек, на площади около 3000 квадратных километров. Здесь находятся крупные жилые массивы – Кудрово, Мурино, Бугры, Янино, Сертолова. Густо застроен и административный центр в Севоложск. Южная часть района заселена гораздо меньше, здесь преобладает частный сектор. Однако именно здесь, в Новосаратовке, начиная с 2020 года, ведется масштабное строительство нового города-спутника Санкт-Петербурга. Интересно, что при таком количестве населения большую часть Севоложского района покрывают леса. Здесь есть где отдохнуть и вдохновиться. Район богат озерами, природными достопримечательностями, историческими памятниками и пляжами Ладожского озера. А в южной части расположен огромный зеленый массив Невского лесопарка, по которому мы обязательно прогуляемся. На территории района расположен ряд крупных сельскохозяйственных предприятий. Это агрофирмы «Приневская», «Выборжец», промышленные предприятия, Морозовский химический завод, Невские пороги, филиал Ленинградского металлического завода, крупные торгово-развлекательные центры, например, «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Часть жителей работает в сфере обслуживания непосредственно в районе проживания, а многие ездят на работу или учебу в Санкт-Петербург. По сути, город и пригороды Селожского района представляют собой единую жилую агломерацию. Через район проходят крупные автомагистрали, трасса «Скандинавия», дорога на Мурманск и «Октябрьская железная дорога». В планах правительства строить новые развязки, особенно вблизи районов, где ведется массовое строительство жилья. Например, в южной части уже сейчас запланировано расширение продолжения «Октябрьской набережной» до четырех полос и строительство новой магистрали, которая соединит эту дорогу и трассу «Кола», ведущую до самого Мурманска. Рядом будет проложена трамвайная линия, которая соединит новые кварталы в Новосаратовке с городской трамвайной сетью и значительно улучшит транспортную доступность новостроек. Примерно в двух километрах от будущего города спутника Новосаратовка находится выезд на КАД. КАД – это кольцевая автодорога, бесцветофорная магистраль, которая опоясывает весь город и существенно сокращает время при поездках в разные районы. Севоложский район единственный в области имеет станцию метрополитена Деряткино, которая расположена в северной части. Тем временем на юге в рамках развития нового градостроительного проекта выделен участок для строительства депо метрополитена. Здесь должна появиться станция, которая станет продолжением оранжевой ветки после станции улицы Дебенко и станции в Кудрово. И сегодня мы побываем именно в этой части Всеволожского района, где недавно заселились первые дома и продолжается полномасштабное строительство. Если районы Мурино и Бугры уже давно сформировались и новые дома просто добавляются к уже существующей застройке, то в Новосаратовке строительство ведется буквально в чистом поле. Эта территория развивается согласно общему генеральному плану, разработанному в рамках проекта планировки территории. Здесь работают сразу несколько застройщиков, но все они действуют в рамках единой градостроительной документации. Такая ситуация позволяет избежать ошибок прежних лет и обеспечить новоселов всей необходимой инфраструктурой в нужном объеме – садиками, школами, магазинами, спортивными объектами, зелеными зонами. И, конечно, дорогами, транспортом и парковками для машин. За моей спиной уже сданные корпуса первой очереди и строящиеся дома второй очереди масштабного проекта группы ЦДС «Город первых». Эти корпуса мы сдадим уже в декабре 2023 года. Между ними во дворе появится детский сад, справа от меня появятся паркинги, на первых этажах откроются магазины. А внутри квартала появится еще два детских сада и большая школа. Сразу обращает внимание близость к городу и связанность с городской инфраструктурой. Уже со средних этажей мы видим многоэтажки Невского района, Вантовый мост и панораму города. Здесь ходят рейсовые городские автобусы приметного голубого цвета, которые везут пассажиров к станции метро улицы Дыбенко и Ломоносовская. Между КАД и застройкой в Новосаратовке расположен индустриальный парк «Уткино-Заводь», где находятся складские, логистические и производственные комплексы самых разных направлений. Это удобно, значит, можно будет найти работу рядом с домом. Всего в 10 минутах езды на машине находится крупнейший на юге торгово-развлекательный центр «Мега Дыбенко». Здесь можно провести целый день всей семьей, сходить за покупками в ресторан, в кино, пощекотать нервы в веревочном парке на открытом воздухе. С южной и восточной стороны участок застройки окружает Невский лесопарк. Это прекрасное благоустроенное место для неспешных прогулок и активного отдыха круглый год. Летом здесь можно покататься на велосипеде, а зимой на лыжах. Близость к природе необходима жителям больших городов, чтобы поддерживать хорошее самочувствие и ментальное здоровье в напряженном графике мегаполиса. Жемчужина Невского лесопарка – этнографический музей-усадьба «Богословка», расположенный всего в трех километрах от первых корпусов. На территории в несколько гектар воссозданы памятники деревянного зодчества русского севера, один из которых – реплика старинной Покровской церкви. Здесь работает кафе «Трапезная», можно заказать экскурсию, мастер-класс или просто прогуляться в живописном окружении. Зимой работает каток, круглый год проходят разные мероприятия и праздники. Еще одно неоспоримое преимущество этой локации – это близость к берегу Невы. Можно любоваться панорамой с высоких этажей, можно устроить пикник, прокатиться на лодочке или даже порыбачить. В выходной день отсюда легко можно добраться до Ладожского озера. Всего 35 минут на машине и вы в Шлиссельбурге. Если смотреть в будущее, то именно Новосаратовка выглядит как максимально перспективный проект, который сочетает в себе городской комфорт, близость к природе и областной ценник. Это лучшее сочетание для инвестиций в завтрашний день. Ну а на сегодня у меня все. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!